Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить сочные, ароматные арабские котлеты оруг. Они родом из Ирака и едят их не только как основное блюдо, но и просто со сладким чаем в прикуску. В состав котлет входит много лука, петрушки и помидоров. По консистенции они легче, чем цельномясные котлеты и не такие жирные, хотя жареные. А все потому, что смесь из мяса и овощей влажная и не так сильно впитывает жир. Напомню, что это кулинарный канал Oxi Al International Cooking. Подпишитесь, оставляйте комментарии и не забывайте, что присутствуют субтитры на украинском, английском и русском языках. Свои пожелания и впечатления пишите под видео. В глубокой миске смешиваем 600 грамм нежирного говяжьего фарша, мелко нарезанный лук, где-то полторы луковицы среднего размера, пучок зелени, у меня петрушка и укроп, приблизительно в равных пропорциях. Помидор, нарезанный средним кубиком, не нужно очень мелко. Яйца и специи. Из специй берем перец черный молотый, карий и кумин. В арабских странах его называют камун. Всыпаем дрожжи и перемешиваем до однородности. Я еще добавила 2 столовые ложки томатной пасты. В классическом рецепте ее нет, поэтому можете не добавлять, но мне так вкуснее. Хорошо размешав, добавляем 200 мл воды в 2 приема. Перемешиваем и теперь добавляем муку. В общей сложности у меня ушло 170 грамм муки. Масса должна быть достаточно сочной, но не растекаться. Тщательно перемешиваем и оставляем на 20 минут, накрыв миску. Лучше всего жарить сковородки с толстым дном. У меня чугунные. Нагреваем масло и выкладываем массу, набирая ложкой. Немного разравниваем и приплюскиваем, потому что орук отличается толщиной от обычных котлет. Они больше напоминают плоские лепешки, чем кругленькие колобочки котлеты. Сейчас важный момент. Первое изделие я выложила и заметила, что масса жиже, чем должна быть. Она не растекается, но очень сочная. И добавила еще одну столовую ложку муки. Всего ушло, напомню, 170 грамм. Также и вы посмотрите на консистенцию. При выкладывании массы на сковородку она должна держать форму. Попробовав, вы приловчитесь. Это очень просто. Признаком правильной консистенции есть то, что при переворачивании котлеты держат форму и не разваливаются. Обжариваем с двух сторон до золотистой корочки и выкладываем на бумажное полотенце. Можно подавать к столу. Обычно орук подают с зеленью, свежими листьями салата и маринованным луком, как часть трапезы с другими фаршированными блюдами. Заворачивают в лаваш с помидорами петрушкой, как вариант быстрого арабского перекуса. А еще подают на завтрак вместе с горячим сладким чаем. В общем, это очень вкусно. Попробуйте кусочек восточной кухни. Я желаю вам приятного аппетита. Не забудьте написать, что вы думаете о таком варианте котлет и могли бы ли они понравиться вам и вашей семье. Спасибо за ваши комментарии и пожелания. До новых вкусных встреч на канале Oxi All International Cooking. Пока-пока!